Энергодар 22-20, 28 августа 2022 года. Взрывы в центре города. Энергодар в Запорожской области вновь подвергся обстрелу. Пострадавшие в реанимации. Стороны винят друг друга. На АЭС едет миссия МАГАТЭ, а люди запасаются йодом в таблетках. Ужас и кошмар. Они издеваются над нашим городом. Ракетные обстрелы городов Украины продолжаются. В Харькове. Две ракеты ударили по центру города. Если это военный объект, тогда я как минимум Мендирогандин. Россия перебрасывает в Украину третий армейский корпус. Аналитики считают, что это для нового наступления на фронте. Вперед, 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 вперед. Об этих и других событиях сегодня, 29 августа, расскажу вам я, Светлана Обратнова. Здравствуйте. Начнем с обстановки на линии фронта. Украинские военные заявили, что прорвали первую линию обороны Херсонской области и перешли в наступление. Представители оперативной группировки войск Оховка утверждают, что в ходе боев 109-й полк, самопровозглашенный ДНР, отошел со своих позиций, как и российские десантники, которые обеспечивали ему поддержку. Угроб и *** со всего, что только можно, прорвали первую линию обороны. Представители Херсонской области опубликовали видео, на котором, предположительно, российские военнослужащие говорят, что украинские войска 29 августа прорвали линию обороны и ведут массированный обстрел. Украинское издание «Громадский» сообщило, что информацию о прорыве от ходе 109-го полка им подтвердили три их источника в подразделениях ВСУ на юге. Украинские военные заявляют также, что ракетами системы залпового огня «Хаймарс» уничтожены практически все большие мосты через Днепр в оккупированной Херсонской области. Речь об Антоновском железнодорожном и автомобильном мостах, а также о Новокаховском. В Новой Каховке объявлена эвакуация с рабочих мест, сообщают подконтрольные России власти. В городе слышны взрывы. Российская Минобороны пока эту информацию не комментировала. Наступление ВСУ по разным направлениям на юге подтвердила глава пресс-службы командования ЮГ Наталья Гуменюк. Но она отказалась раскрыть более подробную информацию, отметив, что любая военная операция требует тишины и попросила сбавить ажиотаж. Она добавила, что российские силы на юге достаточно мощны и наращивались в течение долгого времени. Власти России отправляют на войну в Украине новое крупное формирование сухопутных войск 3-й армейский корпус. Об этом заявили аналитики Американского института изучения войны. И, по их оценкам, части этого подразделения вряд ли смогут способствовать эффективной боевой мощи. Кадры переброски эшелонов с техникой опубликовали расследователи группы «Конфликт Интеллидженс Тим». По их данным, батальоны 3-го армейского корпуса сформировали в Нижегородской области. В основном они состоят из добровольцев, набранных из других регионов. Составы с техникой, по информации «Конфликт Интеллидженс Тим», направляются к Донецкому и Запорожскому участкам фронта. В Американском институте изучения войны считают, что подразделения перебрасывают для нового наступления. А сайт «Крымреалий» написала о переброске России тяжелой военной техники в аннексированный Крым. Состав заметили на железнодорожной станции «Тамань», которая расположена у въезда на Керченский мост со стороны России. Видео в редакцию «Крымреалий» прислали читатели в колонии техники, танки, гаубицы, грузовые автомобили, а также цистерны с топливом. Ранее Американский институт изучения войны писал, что Россия после череды взрывов на аннексированном полуострове, напротив, выводит технику из Крыма. Эксперты предположили, что российская сторона постарается усилить противовоздушную оборону, чтобы предотвратить дальнейшие атаки. Киев причастность к взрывам в Крыму не подтверждал. В понедельник утренние сводки украинского генштаба говорилось о безуспешных попытках российского наступления на нескольких направлениях в Донбассе. Российское министерство обороны накануне отчиталось, среди прочего, о том, что ударами российских ВКС были поражены цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье, где шел ремонт украинских вертолетов. По словам представителя российского оборонного ведомства Игоря Коношенкова, за сутки были поражены три пункта управления украинской армии, а также более 40 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ почти в 140 районах. Этой ночью в Запорожской области был обстрелян город Энергодар, в котором находится крупнейшая в Европе атомная электростанция. В самом начале войны в Украине ее захватили российские военные. Энергодар 22-20, 28 августа 2022 года. Взрывы в центре города. Видео последствия обстрела выложили в сеть очевидцы. По данным украинского мэра Энергодара Дмитрия Орлова, как минимум 10 жителей города получили ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Уничтожены и повреждены десятки автомобилей. Стороны обвиняют в ударах друг друга. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, я цитирую, циничные и системные обстрелы России оккупированного Энергодара это организованное кровавое представление, цель которого запугать местное население, обвинить вооруженные силы Украины и замаскировать свои ядерные преступления. Россия в ответ возложила ответственность за нападение на украинских военных. ВСУ попытались атаковать Запорожскую АЭС беспилотником, который был сбит около корпуса с ядерными отходами. Российские вооруженные силы ответным огнем подавили позиции ВСУ, с которых ввелся обстрел Энергодара, отметили в Минобороны России. Тем временем на Запорожскую атомную электростанцию уже выехала группа экспертов Международного агентства по атомной энергии, о чем сообщил в Твиттере глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. К записи он прикрепил фото, на котором изображен он сам и еще 13 специалистов агентства. Этот день настал. Миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи уже в пути. Мы должны защитить порядок и безопасность на крупнейшей в Украине и Европе АЭС. Горожусь тем, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на станцию позднее на этой неделе. Заявлению предшествовали месяцы переговоров по доступу экспертов МАГАТЭ на станцию в Энергодаре. АЭС была занята российскими военными в начале марта, практически в первые дни войны. При этом на предприятии продолжают работу украинский персонал. Сложившаяся ситуация угрожает безопасности. АЭС, по сути, оказавшись вне контроля, не раз подчеркивали в Международном атомном агентстве. Миссия во главе с Рафаэлем Гросси оценит ущерб от недавних обстрелов вблизи Запорожской АЭС, в которых Россия и Украина обвиняют друг друга. Без преувеличения, эта миссия будет самой сложной в истории МАГАТЭ с учетом интенсивной боевой активности там со стороны России и того, как она самым вопиющим образом пытается легитимизировать свое присутствие на Запорожской АЭС. Россия должна покинуть станцию, и МАГАТЭ, мы, наряду с другими странами, должны заставить ее это сделать. Все просто. Это единственный способ обеспечить безопасную работу атомной станции. Военную напряженность может снизить давление на украинскую сторону с тем, чтобы она прекратила обстрел этой и прилегающей территории. Россия заинтересована в этой миссии. Делегация МАГАТЭ принимала участие в ее подготовке, открыток сотрудничества и взаимодействия. Возможные модальности дальнейших действий будут обсуждаться на месте. Все будет зависеть от деталей. На днях появилась информация, что жителям Хортицкого района Запорожья начали выдавать таблетки йода, которые рекомендовано принимать, чтобы обезопасить себя в случае выброса радиоактивных веществ. Местные СМИ публикуют адреса пунктов выдачи таблеток в случае радиоактивного выброса. Йодит калия в таблетках предохраняет от попадания радиоактивного йода из атмосферы в щитовидную железу. Мы покупали еще в первый раз, когда там зимой, когда была первая угроза какую-то, когда они обстреляли. Мы покупали в аптеке, был только ядофол, и он с добавками идет. Он как бы есть у нас, но там в добавке фолиоактивная таблетка. Нам сказали, что взрослые должны принимать по одной таблетке. У меня дети 7 и 8 лет. Им по половине таблетки. Российская армия продолжает обстрелы украинских городов. Этой ночью она ударила ракетами по городу Сарны. В Ровненской области четыре из них выпустили по объекту военной инфраструктуры. Местные власти сообщили, что ударной волной повреждены также около 30 жилых домов и помещение центральной районы больницы обошлось без жертв. А в Донецкой области в результате обстрелов за сутки погибли 8 человек, еще семеро пострадали. Данные приводит глава областной военной администрации. Последние двое суток под ударами российских военных остается Харьков. Ужас и кошмар. Они издеваются над нашим городом. Бесконечные бомбардировки уже вымотали всех. Но самое главное, что все живы. Вечером в результате обстрела было разрушено административное здание, заявил мэр города Игорь Терехов. Две ракеты упали в самом центре. Разрушено несколько зданий, в близлежащих магазинах вылетели стекла. Взрывы в Харькове раздавались и сегодня утром в Киевском районе города. Повреждены частные дома. Местные власти говорят, что обстрел велся, вероятно, кассетными снарядами. Один человек пострадал. Прифронтовые города, как говорят украинские военные эксперты, армия России обстреливает, потому что на этой войне она использует тактику выжженной земли, то есть стремится уничтожить в городах, на которые наступают вообще все постройки, чтобы украинским военным негде было укрываться. Добавлю, Россия на протяжении всей войны категорически отрицает обвинения в намеренных ударах по гражданской инфраструктуре, заявляя, что ее цель – это военные объекты. Куда стреляли, не понимаю. Если это военный объект, тогда я как минимум Мендирогандин. Другого слова, даже слов сказать по этому поводу нет никаких. Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза поддержат идею о приостановке упрощенного порядка выдачи шенгенских виз гражданам России. Это означает, что виза будет стоить в два раза дороже – 70 евро вместо 35. Кроме того, нужно будет предоставлять больше документов, что существенно затянет процесс рассмотрения заявок. Об этом пишет газета Financial Times. Соглашения об упрощенной выдаче виз для россиян действуют с 2007 года. Изменения министра иностранных дел стран ЕС обсудят на неформальном заседании Совета ЕС в Праге 30 и 31 августа. Латвия, Эстония, Литва, Чехия, Польша и Финляндия выступают за общеевропейский запрет на выдачу россиянам шенгенских виз из-за войны в Украине. Ряд государств, среди которых Франция и Германия, против таких жестких мер. Канцлер Германии Лофшольц, в частности, заявлял, что, по его мнению, Европа должна давать шанс уехать тем, кто выступает против политики Владимира Путина. По вопросу, который сейчас публично обсуждается, вопросу о визах, вы всегда можете смотреть на детали, и я могу понять соседние страны. Но это война Путина, это не война россиян. Такого обобщения никогда не следует делать. Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель на днях сказал, что идея полного запрета виз для россиян вряд ли будет поддержана на встрече в Праге. Я не думаю, что прекращение отношений с гражданским населением России поможет, и я не думаю, что эта идея будет единогласно поддержана. Мы должны быть более выборочными, но я не поддерживаю прекращение выдачи виз всем россиянам. ФСБ России назвала второго подозреваемого в убийстве дочери праворадикального философа Александра Дугина Дарьи. По версии спецслужбы, в организации покушения участвовал гражданин Украины Богдан Цыганенко. Спецслужба опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, на которых, как утверждается, запечатлен Цыганенко. По данным ФСБ, подозреваемый собрал взрывное устройство вместе с предполагаемой исполнительницей покушения Натальей Вовк и обеспечил ее поддельными автомобильными номерами и документами. Утверждается, что в России он прибыл через Эстонию, а за день до убийства Дугиной покинул страну. На одном фрагменте записи он въезжает в страну, на другом, по всей видимости, едет в одной машине с Вовк. Цыганенко и Вовк ФСБ называют участниками украинской диверсионно-террористической группы. Киев отрицает причастность к покушению. Ответственность за покушение взяла на себя ранее неизвестная организация Национальная республиканская армия. Ее заявление распространил переехавший перед войной в Киев бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. Он заявляет, что выступает представителем организованного подполья в России. Никаких доказательств существования организации, кроме слов Пономарева, нет. Минобороны России сегодня обнародовала кадры с военнослужащими армии Китая и Монголии, которые прибыли в Приморский край для участия в совместных учениях «Восток-2022». Маневры начнутся 1 сентября и продлятся неделю. Свои контингенты, оперативные группы и наблюдатели на учения направляют страны-члены УДКБ, Шанхайской организации сотрудничества и другие государства-партнеры, сообщили в Москве. Там отметили, что в числе участников, помимо КНР и Монголии, Азербайджан, Армения, Беларусь, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Сирия, всего будут задействованы более 50 тысяч военных. Маневры будут проходить на семи полигонах российского восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. Как отмечает Рейтерс, связи между Китаем и Россией под руководством Сидинпина и Владимира Путина значительно укрепились. Незадолго до того, как десятки тысяч российских военных вторглись в Украину, Пекин и Москва анонсировали партнерство без границ. При этом в Вашингтоне отмечают, что пока не видели свидетельств обхода Пекином международных санкций против России или поставок КНР в Россию военной техники. И на сегодня это все. Следите за нашими новостями и обновлениями на наших страничках в соцсетях. Ссылки есть в описании. Я Светлана Обратнова. Берегите себя.